Здравствуйте, дорогая публика! Я опять в гостях у Алексея Петровича Терещука, Минского экономиста австрийской школы. И он сегодня опять будет отвечать на ваши вопросы. Попробуем отвечать, потому что очень многих комментаторов не всегда удовлетворяет мой ответ, поэтому приходится терпеть упреки. Так, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, Виталий Самарцев задает, как вы пришли к австрийской школе? Концепций много, школ много, что доказать, что является истиной, доказать невозможно. Ну, на самом деле, тут есть такой момент, связанный с тем, что я не совсем пришел к австрийской школе. Мне просто многие вещи не нравятся во всех школах, но в австрийской школе просто меньше всего того, что мне не нравится, то есть к чему у меня есть претензии. И поэтому в итоге я вынужден отдуваться за австрийскую школу. На самом деле есть много вещей, которые меня в ней не устраивают. То есть там много из таких недоделок, недоработок, методологии, в теории циклов, в теории денег. Очень много вопросов. То есть там такие есть тонкие материи. Но дело в том, что в других школах все еще хуже, потому что там иногда доходит вплоть до абсурда. В частности, меня не устраивает, ну, главная причина, почему я точно не мейнстримщик, меня не устраивает вопрос, связанный со стимулированием спроса, который в мейнстриме стоит, а он является принципиальным вопросом. То есть когда у нас экономический рост, как благо, он постулируется как результат стимулирования спроса в том или ином виде. Хотя стимулирование спроса, когда мы смотрим на рынке, когда оно происходит, это просто следствие того, что у нас ситуация стала благоприятной. А создание благоприятной ситуации – это не стимулирование спроса, это просто следствие. То есть это является тем, той причиной, по которой я скорее отношусь к австрийской школе. Ну и вопрос, конечно, методологии. Про методологию я вам уже как-то говорил на прошлых стримах. То есть как работать с неопределенностью. Если вы просто ее игнорируете, загоняете в вероятностный характер, таким образом ваша теория будет, она перманентно проигрывать реальной экономике, которая состоит из вот этих точек бифуркации, из-за неопределенности, которые создают большое изменение. И в итоге вы просто никак не улучшите качественно свои какие-то объяснения реальной действительности. То есть это тоже является принципиальным вопросом. И так получилось, что именно в австрийской школе этот вопрос тоже является принципиальным. То есть вот, собственно, и все. Поэтому тут как бы не то, что есть какая-то идеологизированность, просто есть в принципе претензии к какой-то объяснению человеческой деятельности. И так получилось, что они скорее австрийской школой объясняются, чем другими школами. Хотя, конечно, можно привязать и ценность. Ценностный вопрос, почему люди являются сторонниками той или иной школы. Почему, например, люди марксисты? И, скорее всего, они потому марксисты, потому что у них есть, например, желание, чтобы все были более равными, чтобы равенство было между людьми, равенство возможностей. И это с их точки зрения является справедливым. Я, например, скорее сторонник экономической, рыночной свободы, потому что для меня очень высокой ценностью является прогресс. Я хочу, чтобы у нас быстрее происходил прогресс. А поскольку у нас в свободной экономике он происходит максимально быстро, то есть теоретически невозможно придумать более интенсивную систему развития общества, то, конечно, я буду в итоге сторонником такой позиции, что надо рынки освобождать. Хотя еще раз повторюсь, я об этом говорил, что экономические школы – это не про то, как должно быть. Это просто про описание того, как устроен мир. А то, как должно быть, это просто следствие того, что я узнал, как устроен мир. Вот я узнал, как устроен мир, и я теперь знаю, что нужно сделать, чтобы достигнуть своей ценностной позиции. Вы построили модель этого мира, и вот из нее делаете выводы. Вообще так вот в науке, в нашей, в естественной, что называется, науке, не в экономике, там вот мы построили модель, а потом бац, и вдруг несоответствие. О, надо усовершенствовать модель. Так бывает регулярно, да. А что вас не устраивает в австрийской школе экономической? Ну, как я говорил уже как-то про деньги. То есть, существует моя позиция в том, что деньги – это скорее не товар, который ценен, поскольку существует регрессия к тому благу, из которого деньги появились. Например, доллар ценен почему? Потому что он привязан до золота когда-то. А так как золото ценно, поэтому у нас произошла историческая регрессия. Но на самом деле моя позиция в другом. Моя позиция в том, что доллар ценен, поскольку он наиболее удобен в качестве средства обмена, а альтернативные средства обмена просто заблокированы государством. То есть, грубо говоря, использование альтернативных средств обмена создает для вас большие издержки, чем использование доллара. Поэтому вы пользуетесь долларом. Но так как государство не может контролировать все рынки, поэтому у нас возникает такое явление, как криптовалюта. То есть, мое объяснение природы денег, оно объясняет криптовалюту. А если мы говорим про регрессию, то с криптовалютой здесь будет гораздо сложнее. То есть, австрийская теория цикла, теория денег плохо объясняет деривативные деньги. Не товарные, а деривативные. Поэтому, если у нас дериватив криптовалюта стал деньгами, то почему у нас другой дериватив не стал деньгами? То есть, вот такая логика претензий к теории денег. Проблема у австрийцев с теорией цикла. Например, австрийцы говорят, что цикл заканчивается, ну, кризис заканчивается тогда, когда у нас меняются ожидания, временные предпочтения, так называемые. Грубо говоря, вот я завтра захотел инвестировать деньги, и у нас в экономике завтра закончился кризис. С моей точки зрения, изменение временных предпочтений, изменение ожиданий – это следствие, а не причина. Почему у нас изменились временные предпочтения? Да потому что у нас в предыдущем периоде изменились финансовые показатели по предыдущему периоду. А вот почему они изменились? Я уже как-то рассказывал, когда рассказывал про цикл, потому что изменилась структура в экономике. У нас ошибочные инвестиции сократились, а те, которые приносят прибыль, увеличились. Относительно ошибочные. Из-за этого общая доходность экономики у нас увеличивается начала. Из-за этого инвестор видит, что у нас прибыль появилась, и он тут же экстраполирует эту прибыль на будущее и думает, ага, надо инвестировать деньги. А кризис на улице, не кризис – неважно. У него есть прибыль. И вот когда он начинает инвестировать деньги, то есть мы говорим, что у него изменились временные предпочтения. В этом смысле у нас просто изменение предпочтений следствия. Почему это важная ошибка? Потому что когда австрийцы говорят, что кризис заканчивается, когда изменяются временные предпочтения, тут же сторонники Кейнса скажут, ага, раз дело во временных предпочтениях, то мы просто с помощью государства будем их стимулировать, чтобы менять временные предпочтения. Давайте заберем деньги у богатых и будем вливать в экономику, таким образом меняя временные предпочтения людей. То есть, грубо говоря, вот эта вот брешь в австрийской теории, она позволяет проникать интервенционистской теории в практическое использование. И, конечно, эту брешь надо закрывать. То есть это, ну, меня этот момент не устраивает. Есть еще всякие мелкие нюансы в методологии и так далее. Но это уже более такая тема глубокая скорее. Вот такой вот ответ мой. Понятно. Какой еще вопрос? Так, еще вопрос. Должно ли государство наказывать людей за слова? Неужели мы можем позволять людям говорить все, что они хотят, не наказывая их за это? За призывы, оскорбления, разжигание ненависти, откровенную ложь, оправдание терроризма, фашизма. То есть, грубо говоря, свобода, слово, цензура. Ну, на самом деле, здесь как бы надо понимать, что когда мы говорим о том, что вот у нас, если люди пропагандируют фашизм, у нас побеждают фашисты, приходят в власти, да, то здесь некоторое лукавство есть. На самом деле, побеждают фашисты не потому, что у нас существует пропаганда фашизма, а потому что у нас все-таки существует некая форма избирательной власти, то есть демократии. Это скорее проблема демократии, что фашисты побеждают, а не проблема свободы слов. То есть надо как-то, ну, понимать, что сама по себе пропаганда не является аргументом к получению власти кого-либо. Потому что, например, у каких-то людей, большой группы людей могут быть маргинальные взгляды совершенно. Но из этого не значит, что власть у нас будет маргинальная. Иначе у нас всегда была бы маргинальная власть, потому что у нас всегда большинство мыслит маргинально. Все-таки это проблема демократии. Например, Швейцария – это известная капиталистическая страна много столетий. Но избирательные права женщинам там дали только в 1971 году. То есть буквально недавно казалась бы такая страна. И вот только тогда в Швейцарии, после 1971 года, швейцарцы вдруг неожиданно начали голосовать за умеренных левых. То есть начали приходить к власти сторонники таких вот идей, регулирования. Поэтому в этом смысле Швейцария, конечно, скорее проиграла. Почему? Ну, женщины, наверное, более эмоциональны. Они более, скажем так, внимательны к таким лозунгам там «помочь бедным», «помочь детишкам», «помочь старикам» и так далее, и так далее, и так далее. За это женщина охотней проголосует. А не там за какого-то человека, который говорит там про пошлины, инфляцию. Какая-то ерунда, глупость. Вот отнять и поделить – это вот более эмоционально. Ну, это мое личное объяснение. Я тут не сексист, просто это гормональная, как бы, объективная штука, что люди на эмоции скорее ведутся. Но это претензия к демократии. То есть это не вопрос пропаганды. Это же не значит, что с 71-го года вдруг у нас поменялась пропаганда в Швейцарии. Да не поменялась пропаганда. Все то же самое осталось, все те же лозунги. Просто скорее избирательный ценз изменился. Поэтому пропаганда сама по себе не является проблемой. Тут надо вот такой пример привести. Был один такой международный договор, я сейчас не вспомню, как он называется, о запрете пропаганды нацизма. Международная конвенция какая-то и так далее, европейская какая-то такая. И ее не подписали американцам. То есть, грубо говоря, сразу же, естественно, отечественные средства массовой информации подняли это на флаг, начали размахивать им. Нет, но это нарушает первую поправку Конституции американской. Да, 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 да. То есть, это произошло не со зла, не потому что американцы нацисты, как говорили у нас. Потому что у них свобода слова запрещает запрещать. То есть, говорить что-либо, что не нравится другим. В этом смысле американцы только выигрывают от такой свободы слова. Почему? Потому что, вообще-то, когда нацисты могут действительно говорить в свободном обществе все, что думают, именно это и делает нацизм маргинальным. Потому что именно вот в такой ситуации нацисты – это те, кто для окружающих становятся клоунами. То есть, их взгляды, из-за того, что они свободно критикуются, свободно обсуждаются, они легко разоблачаются. И они легко выводятся на маргинальные позиции. То есть, они становятся посмешищем просто для общества. Если у вас вот такие вот взгляды. Но это возможно только при свободе слова. Если бы нацизм был запрещен в качестве пропаганды, то он бы обсуждался бы только в кулуарах каких-то. И вот среди тех же радикалов. И он рассматривался бы как, безусловно, радикальной формой какой-то политического устройства, но заманчивой. То есть, не было бы широкого обсуждения нацизма, потому что это было бы под запретом. И поэтому не было бы выявления вот тех глубоких ошибок у нацизма, которые у него существуют, потому что не было бы широкого обсуждения. И люди, которые бы интересовались нацизмом, они в итоге бы заблуждались по его поводу. То есть, свобода слова нужна в первую очередь для того, чтобы определять ценность той информации, которую люди транслируют. И это касается плохих вещей, в том числе различных оскорблений, унижений и так далее, и так далее. То есть, если какой-то человек оскорбляет окружающих, то больше окружающих будут знать о том, что он плохой человек. А если вы его в зачаточном состоянии, как только он открыл рот, сразу же штрафуете, арестовываете, сажаете в клетку, то никто и не узнает о том, что он плохой человек. То есть, нет широкого освещения. Есть интересный пример, который был в Италии несколько лет назад. Там подростки издевались над инвалидом, подростком. И сняли это на видео. И это видео выложили на YouTube. И вот эта вот вся пресса западно-европейского обвалилась со шквальной критикой на YouTube. Как это так? У вас на площадке издевательства над людьми показывают. Да что же вы за люди такие? Не следите за контентом и так далее. Естественно, видео удалили, подростков наказали. Но позвольте, господа, если бы не YouTube, вы бы даже не узнали о том, что существует проблема с этим подростком. Благодаря YouTube общество узнало, что над человеком издеваются и помогли этому инвалиду. То есть, прекратили это издевательство. Благодаря YouTube это произошло. Благодаря свободе слова. Если бы этого не было, если бы не было вот этой информации, над ним бы продолжили издеваться, он был бы изгоем. И так далее. То есть, свобода слова здесь помогла выявить проблему, помогла помочь человеку. А не создала какую-то дополнительную проблему, что вот люди смотрят на YouTube, как издеваются над инвалидом и смеются. Во что людей превращать в YouTube? Нет, это так не работает. Есть люди, которые смеются в любом случае, им YouTube без YouTube неважно. Поэтому надо всегда говорить о том, что не только что видно, но и то, что не видно. В данном случае то, что у нас существует широкое обсуждение информации, в том числе плохой информации. И благодаря этому общество делает более корректные выводы и, в принципе, получает важные какие-то знания. В этом смысле свобода слова является некоторым индикатором общества. То есть, общество, во-первых, узнает лучше себя, во-вторых, оно более адекватно реагирует на самих себя, на других людей, окружающих людей. Я здесь не вижу никакой проблемы в том, что есть люди, которые оскорбляют других людей, рассказывают шуточки межрасового характера и так далее. Вот у нас в нашей лодке много людей разных конфессий, разных взглядов, я имею в виду Российской Федерации. И поэтому у нас существуют достаточно категорические законы, которые запрещают разжигание, так сказать, розни национальной, религиозной. У нас это считается такого рода вещи опасными, высказанными. Вот, например, то, что позволил себе после этого, так сказать, французский президент по российским законам, ну, скажем, наш бы президент ни в коем случае себе бы это не позволил, потому что это явное нарушение российских законов. Просто, так сказать, выпиющее. Вот. Это не значит, что у нас это приводит автоматически там к посадке, так сказать, на нары, но это, значит, не есть хорошо по нашим понятиям. И раскачивать лодку, разжигать ненависть, это мы считаем неправильно. Надо стараться уважать мнение другого человека, вот тем более по таким вот чувствительным вопросам. Это не вопрос о том, значит, там, какую форму имеют орбиты планет, скажем, там, эллипс это или розеточка такая. Вот. А это вопрос, ну, так сказать, очень так эмоционально значимый, вот, к сожалению, да. Вот он, к сожалению, очень эмоционально значимый. И возникает такой вот, не надо забывать, что за религию люди шли на смерть, на муки. Есть во всех религиях свои, значит, мученики и в христианстве, и в исламе. Ну, так что лишний раз, так сказать, провоцировать, создавать повод для мученичества, нам, мне кажется, все-таки не нужно. Вот тут свобода слова свободы слова, но она имеет, тем не менее, все-таки какие-то должны иметь исключения. Должны иметь исключения, потому что это вот ни к чему. Ну, на самом деле, человек, который провоцирует эти вещи, он должен, он в любом случае понесет ответственность, если он придет против общества. Ну, это, вы знаете, вот эта фраза общество само отрегулирует, нет, но должны быть исходные вещи, которые, ну, которые считаются преступлением. Так можно сказать, что из-за убийства его по головке не погладят, и за кражу поймают и побьют, да. Нет, ну, это должно быть, в принципе говоря, таким вот неким запрещенным действием, да. Ну, вот, ну, то есть человек, улеченный, там, скажем, в преступлениях, он не может какие-то должности занимать, там, не может избираться. Это вот достаточно обычная практика, вот, в таких странах, как наша. Вот, понятное дело, что у нас и избранники народа тоже не всегда чистоплотные, мягко говоря, но это не есть оправдание для того, чтобы, давайте, отменим все, все ограничения, все запреты. Вот у нас, например, в стране действует такой вот, значит, запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, например. У нас есть такое понятие, что почему-то вот другим не нравится. Ну, у нас вот как-то, кстати говоря, у нашего населения гомосексуализм отношение гораздо более мягкое, чем, скажем, у грузинского населения. Там это приводит прям к каким-то таким вот волнениям, демонстрациям. В первых рядах идут священники и все такое прочее. У нас такого, у нас к этому, у нас, короче, широкая общественность старается игнорировать просто вот эти все вопросы. Это личное дело каждого. И, кстати, наш вот законодатель, да, вот это как-то не выпячивается, но он, в принципе говоря, решил, ну, не все, может быть, но часть проблем юридических, которые связаны вот с отсутствием у нас регистрации однополых браков. Вот у нас есть закон о наследовании, да, о наследстве. Раньше он был очень простой в Российской Федерации. Значит, там было две очереди наследников. Первая и вторая. Первые входили там муж, жена, отец, значит, родители, дети. Вот, а, значит, вот вторая очередь там братья там вот эти вот. А сейчас это очень много степеней наследования. Очень-очень-очень много. И каждый, значит, наследует после, значит, предыдущих всех степеней, когда если нет, значит, более, так сказать, близких наследников, теперь подходим к последней очереди. Она где-то порядка десятая, где-то там, я не помню сейчас. Вот, и там пишется так, что лица, которые находились на иждивении этого человека, то есть это вот, так сказать, супруг или супруга вот в однополом браке, например, да, который не зарегистрирован, так они наследуют вместе с наследниками в первую очередь. То есть вопрос у нас просто так вот тихо решил законодатель этот вопрос, да. Он тихо-тихо, не афиширует, ну, чего-чего, люди были на иждивении, ну, пускай они получат наследство, таки, да. Вместе с первой очереди. Вот, ну, то есть вот это вот, это сильно, на самом деле. То есть если у кого-то был, так сказать, гомосексуальный, так сказать, партнер, и он был у него на иждивении, то он получит в обход, так скажем, детей даже, да, нет, вместе с детьми, да, а вот братья и сестры его не получат. Вот, все это ограничится, вот это, в первую очередь. Ну, на самом деле это один из ключевых вопросов, который волнует представителей ЛГБТ-сообществ, это наследование и возможность усыновлять, удочерять детей. Ну, вот у нас вопрос вот наследования решен, в нашем законе он тихо, без всяких афиш, просто решен и все, он так вот не назван, ничего там, ну, а кто такой на иждивении находится, но он как-то вот никто ему, да, это что, какой-то вот, как я вот на иждивении у моих благотворителей нахожусь, да, вот они будут умирать и мне будут, значит, я буду получать наследство, нет, конечно. Я вам только скажу, что я уверен, что если бы завтра вдруг парламент РСФСР выдаст, скажем так, закон о том, что однополые браки легализуем, детям как бы можно это вот, пропагандировать можно однополые браки и так далее, гомосексуализм, я уверен, что протесты будут больше, чем в Грузии. И тоже попы выйдут в первую очередь. Нет, вот наши священники не выскочат. Ну, там есть у нас такие вот необыкновенные, которые по каждому поводу протестуют, они, ну, они скорее просто это для, так сказать, политического используют какого-то своего. Нет, не выскочат, не выйдут. Если, конечно, заставят их в церквях венчать, а государство на церкви власти не имеет, оно не заставит венчать никого там в церкви. Выйдут, кстати, казачки, выйдут КПРФ, вот эти всякие зюганы. Ну, это КПРФ, да, казаки-то, да. Но они по любому поводу, им лишь бы повод был помитинговать, да. Ну, для любой партии, кстати говоря, любой информационный повод – это прежде всего повод себя засветить, показать, да, для рекламы. Вот чемпионат мира – это повод, например, любой компании в свою рекламу там включить что-нибудь с футбольным мячом, еще чего-нибудь, да, вот там. И вообще упомянуть, быть спонсорами чемпионата мира, прописаться где-нибудь там, логотипчик там на своей продукции где-нибудь сделать там, да, символику прилепить. Ну, это бизнес, ничего личного. Я согласен, что нормальный человек, он никогда не выйдет там против этих всяких и так далее. Но я как раз говорю про вот этих людей, которые берегут всякие скрепы. Ведь на самом деле, по большому счету, если честно, то единственное отличие, ну, с точки зрения вот российских патриотов, русского народа, националистов, разница между россиянами, русскими и европейцами в том, что европейцы там какая-то гейропа. Потому что, ну, с моей точки зрения, русские – это европейский народ. Они такие же европейцы, как и все остальные. То есть вообще никакой разницы есть. Ну, вот вообще нет никакой разницы. Но единственное, за что можно хоть что-то зацепиться, это то, что, я не знаю, там гейропа, а тут у нас вот традиционные ценности так называемые. На самом деле, это тоже надумано. И тоже, если вот эту вот риторику традиционных ценностей убрать, вот этим введением закона, то разницы тогда вообще не будет между русскими и условными немцами. Ну, спасибо, что вы в нашу сторону так сделали добрые слова, сказали. Но, тем не менее, Россия, в общем-то говоря, есть у нее. Ну, понятно, да, с виду-то мы, если нас причесать, значит, одеть, научить английскому, английскому, у нас, в общем-то, мы на ломаном английском будем говорить не хуже любого другого европейца, вот, наверное, да. Но дело-то не в этом. Дело в том, что у нас история развития нашей мысли, нашего, как бы сказать-то, менталитета, она немножко другая. Она связана с православием, а там все-таки это западная версия христианства. А западная версия христианства, она предразумевала, понимаете, как церковь выше государства, а у нас, наоборот, государство выше церкви. И вот это вот, если скажут, вот так надо, мы сразу поменяемся. Вот это вот, это очень важное отличие, которого в Европе не было. В Европе Папа Римский сказал, что вот вы неправильно делали, ваш, так, кто там, король, герцог неправильно себя ведет. Все, он уже ни герцог, ни король. В лучшем случае он будет каяться ходить там, в Рим будет там, так сказать, в рубище ходить, каяться в Риме, но его простят. Вот. И все будут знать, что он неправильно поступил. А у нас нет, у нас скажут государь, давай-ка мы сменим сейчас патриарха, удушат предыдущего, нового поставят и все. Кто-нибудь так мог себе позволить в Европе? Нет, конечно. Ну, там был примат религии. И потом, ну, у вас в Европе, я вас к Европе отношу уже четко, вы-то к нам попали только в 18 веке, честно говоря. Честно тоже говоря. Вот. Ну, хотя это тоже достаточно давно уже, но все-таки в 18 веке. Вот. Так вот, у вас-то в Европе как раз, ну, много того, что есть у нас, у вас, в принципе, не бывает. Поэтому мы немножко другие. С виду-то мы такие же, с виду хочется нас к себе принять. Видно, что мы не из дебри Центральной Африки, не из монгольских степей непосредственно пришли. Хотя гораздо больше мы в монгольских степях позаимствовали, чем в Европе. В Европе мы четко с 18 века заимствуем. Да, и потом у нас было в религии обряда верия, а у вас-то все-таки худо-бедно все изучали, так сказать, в культурной среде, читали, изучали священное писание, Евангелие, по крайней мере, да, католики, а протестанты еще и Библию, Ветский Завет имеется в виду. А у нас-то только в районе 60-х годов, 19 века перевели на русский язык, священное писание. Дроздов, Филарет Дроздов был главным редактором перевозки, так сказать, предок вот этого, так сказать, Дроздова, который жизнь животных по телевидению вел. Вот так вот только-только перевели. То есть вообще вся культура формировалась без христианства. То есть надо вовремя перекреститься, вовремя плюнуть через плечо, вот и все. Вообще-то совершенно даже это, ну вообще никак. Ни христианство, ни ислам, это какой-то такой обряд доверия. В Белоруссии до того, как она вошла в состав Российской империи, все-таки самой распространенной верой была униаты, униатская церковь. Их очень жестко уничтожали. Вот католиков особо не трогали, потому что католики – это союзники Российской империи там. А вот с униатами жестко разбирались. Жестко разбирались. А почему же? Почему вдруг католики – союзники империи, а эти вот не союзники? Ну, я так понимаю, тут был политический интерес. Ведь униаты, они тоже, ведь, папе Римскому подчинены были? Ну, они отступники от церквей. То есть, они какие-то ущербные секты. Понятно, понятно. Одно дело, ты служил, так сказать, в вермахте, ладно, ты военный пленный, а вот власовец – ты военный преступник. Понятно. Ведь католическая церковь, она фактически родная, как и православная. Более того, они же хотели объединяться потом, после раздела, где-то в 14-15 веке. Да, там несколько раз такие попытки были, но они как-то так, ничем не закончились. Не закончились, никто не захотел отдавать власть. Вот и все. Там вопрос, на самом деле, не был принципиально каноничным, как многие говорят. Скорее был именно вопрос о власти. Ну, да, потому что тут, так сказать, иначе получалось. Дело в том, что, начиная с Алексея Михайловича, царя нашего, в общем-то говоря, у нас перекратилось существование двоевластий. Ведь изначально вот две головы у орла – это значит светская власть и церковная власть. И, в принципе говоря, патриарх и царь – это, так сказать, были вот те самые две головы. Ну, вот сначала все очень здорово развивалось во времена Никона. Но, в конце концов, Никон как-то слишком сильно стал, так сказать, педалировать свой интерес к власти. Ну, его от власти отстранили. А, в конце концов, очень быстро сын уже Алексея Михайловича упразднил патриаршество на Руси Петр Алексеевич. Петр Первый. Ну, и, соответственно, ну, какое тут объединение? Там эта религия, так сказать, свое государство даже имеет, да, Ватикан. Папскую область-то раньше это было в ту пору. Вот. А у нас-то это вообще так какое-то ведомство. Ну, с чем кого объединять? Кому ведомство будет подчиняться? Царю или Папе Римскому? Ну, глупость какая. Конечно, это было невозможно. Двойного подчинения. Это как вот есть организации, так сказать, двойного подчинения. Вот были такие. Короче, церковь – это организация в России, церковь двойного назначения. Нет, оно государство подчинялось. Никак, никак никому там. Но у нас это государство подчинялось. И оно и в Византийской империи так было. Глава церкви был император. Ну, традиция в этом смысле сохранилась. Опять же, я все-таки вернусь к теме о свободе слова. Это на самом деле такой вопрос. Вот с одной стороны, конечно, вроде бы и плохо, когда у нас межнациональная рознь. Но с другой стороны, когда эта тема табуируется на государственном уровне, то это тоже такая бочка пороха, которая стоит, 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 а потом как рванет. И в итоге у нас происходит то, что происходило вообще-то. И в этом смысле, например, взять тоже Америку. У них, если вот отбросить тему с американскими афроамериканцами, то у них очень много всяких юмористических передач, всяких шуток про мексиканцев, про китайцев. То есть в этом смысле у них Америка очень российская страна. В том смысле, что там очень много вот такой вот информации. Мексиканцы в ответ над американцами смеются. Говорят, что они там тоже какие-то снобы и так далее. И это очень быстро переходит, перешло на юмористическую почву либо маргинальную почву. То есть сейчас это не воспринимается как угрожающее какое-то явление. Хотя, по идее, есть за что враждовать мексиканцам с американцами. У них там территории спорные, воевали друг с другом против друг друга. То есть, ну, казалось бы, это очень скоро. Мексиканцы нелегально многие живут в США. То есть это вообще нарушение закона. В принципе, привлечь за это можно. Мексиканцы говорят многие, что они бедны из-за Америки, потому что у них вот американцы виноваты. Но это все не рассматривается как угроза именно потому, что там свобода слова. То есть это очень быстро приобрело формы маргинальных радикалов. И, допустим, представить себе ситуацию какой-то свободной демократической России, которая уже перешла стадию вот этого вот первоначального формирования. Что бы у нас происходило? У нас бы происходило то, что если бы кто-нибудь разжигал национальную рознь, например, я не знаю, дагестанцы с чеченцами за какой-то кусок района переругались. Ну, там война была, если вы помните. Да, да, была. Вторая чеченская война именно так развивалась. Ну, в свободном обществе у нас это быстро бы... Такая риторика быстро бы стала маргинальной, и она быстро бы стала высмеиваться. Она быстро бы перестала быть политическим, успешным политическим символом. То есть нам очень важно разоблачать позицию оппонентов, которая строится на ненависти с помощью высмеивания, с помощью широкого обсуждения. Это единственный путь, чтобы сделать эту позицию слабой. Я просто другого не знаю варианта, потому что затыкание всех – это просто откладывание проблемы в будущее, это не решение проблем. Ну, вопрос о том, что... Понимаете, мы сами знаем вот многие наши русские недостатки. У нас полно анекдотов на эту тему. И там обычно как-то американец, немец и русский, да. Ну, и всегда, в общем, самым смешным здесь, как ни странно, оказывается, по большому счету, русский. Те-то были более-менее... Мешное то, что они вот не такие чудаки, как русские, на самом деле, да. Они делают все по правилам, да. Есть даже такой анекдот. В каждом вузе он свой. Как, значит, решили заслать в этот вуз американского шпиона. Он, значит, там, значит, вышел из метро, сел в автобус и уступил место бабушке. Тут его и поймали, да. Тут его и взяли. Вот он, значит, все дальше и дальше подбирается с каждым следующим. Агент все ближе и ближе подбирается к институту, да. Вот. И все везде попадается на таких естественных вещах, которые ему кажутся естественными, а тут вот сразу видно, что он не наш. Он человек. Потому что он поступает, кстати говоря, правильно, да. Так с общечеловеческой точки зрения. Вот. Ну, вот такие такого рода анекдоты. Они просто, наверное, не воспринимаются как обидными. Ни мексиканцами, ни кем-то еще. Ну, у мексиканцев есть же свои национальные черты, их характера, которые радикально отличаются от американских, да. Ну, я так себе представляю. Мексиканец сомбрер, с гитарой что-то поет, да. Но американец, по крайней мере, не в сомбрер. У него гораздо меньше. Вот. У него банджо, наверное, да. И, может быть, что-то тоже поет, но совсем другое, да. Совсем другой мелодический ряд. Ну, понятно, на этом можно сыграть, пошутить. Ну, в России... И другое отношение, естественно, к жизни. И семейные отношения другие, в общем-то говоря. Ну, что делать? В России очень смешно пошутить про Чукчей, потому что нет... Ну, как бы... Это не приведет к войне с Чукчами, правильно? Ну, потому что это как к новой войне с Чукчами. Раньше была война. Это, кстати, один из самых долго сопротивлявшихся России народов, кстати говоря. Они где-то далеко. Это вроде не имеет таких масштабных, так сказать, масштабов не может приобрести война. Это, так сказать, участие там, так сказать, силы до взвода и так далее. Ну, понятное дело. Но она продолжалась очень долго. И даже вот была выставка... Выставка была в гараже. Есть такой музей в Москве. Гараж называется. Это его Абрамович создал. В... Как это называется? В парке культуры отдыха имени Горького. Ну, я не знаю, как он сейчас этот парк называется. Вот. Там, значит, есть такой музей. И вот там была выставка, посвященная искусству Конго. Конго – это вот бывшая колония бельгийская. Все нормально. Вся выставка там была. И там был небольшой зал в этой выставке. Он к Конго не имел отношения. Это было искусство Чукотки. Там в основном на кости изображения, картинки, костерезные. И вот это было единственное место выставки, где было нельзя фотографировать. Причем не просто нельзя фотографировать, да. А там ходили, значит, такие, так сказать, вежливые люди в штатском. И следили, чтобы ты ни в коем случае ничего не фотографировал. Вот. И я два раза на таких выставках был. Вторая была посвящена, так сказать, Афону. Ну, там тоже вот вежливые люди смотрели, чтобы я не читаю, но ничего не фотографирую. Вот. И там, значит, ну, там такая была тематика у них. Явно люди недовольны жизнью в составе Российской Федерации. Всегда-то были они, да. Как им тяжело жить под советской властью. Да. Собственно, советская власть там позже всего установилась в 50-х годах. До этого они просто как-то ее не воспринимали. Ну, или советская власть туда не могла добраться. Вот. Вот такая суровая там, в общем, действительность у нас есть. Однако, да. Вот. Так что, так сказать, шутки над чукчами прокатывают только потому, что здесь чукчи нет. Вот. Вот, кстати говоря, есть еще один пример хороший, связанный с Россией. Это пример с православием. Непосредственно с православием. Вот смотрите, когда у нас появились законы о том, что нельзя насмехаться над всякими этими делами. Православными в том числе. Там этот Пуссирай отсудили и так далее. То в этот момент у нас РПЦ стала более ксенофобной религией. Она стала более нетерпимой. Людей стали больше преследовать по этим статьям. Ксенофобной? То есть она по признаку... Ну, вообще говоря, вот христианство, ислам – это религии мировые, и для них нет ни эллины, ни иудеи. Там у них есть христиане, не христиане. Мусульмане или не мусульмане. Так что это вот... Они, это религии-то интернациональные, на самом деле. По-хорошему, да. Но я имею в виду, что русское православие стало более агрессивным. Именно после того, когда появились запреты его смеяться над ним. А в чем же агрессия проявляется? Я, например, помню, был суд один. Судили подростка какого-то. Он там написал плохую надпись про попов. И эти попы выступали за то, чтобы его посадили. То есть это было, ну, с моей точки зрения, вообще не христианское поведение. А в качестве кого они выступали-то? В качестве, наверное, представителей, экспертов, которые оценивают, насколько... Это не задача эксперта требовать того или иного решения от суда. Это прокурор просит, да? И защитники просят. Явно прокурор не был от церкви, не могло быть. Это прокурор, это из прокуратуры. Вот защитник, он защищает его, а не пытается его посадить. Так что я не понял, как это... Свидетели его спросили, он засвидетельствовал. Эксперта спросили, он сказал. Да, он не выносит они это. То есть это процессуально не их функция. Это как-то не совсем понятно мне, что там произошло. Нет, там был вопрос судьи. Вопрос судьи о том, как вы считаете, стоит ли наказать вот этого человека? Судья такие вопросы задает свидетелям и экспертам, стоит ли наказать? Это какой-то неграмотный судья. У судьи свои вопросы, у него есть уголовный кодекс, у него есть постановление Верховного суда, и у него есть собственные, так сказать, совесть, собственные знания. А эксперт, он спрашивает, как вы думаете? Он, значит... Я не знаю, что эксперт в данном случае. Есть открыто в интернете. Засказание суда по Соколову. Соколов-то блогер. Его тоже судили за то, что он в церкви снимал на телефон, ловил покемонов. Вызывали представителя православного сообщества, и судья у него спрашивал, вы оскорблены? То есть человек виноват? И этот представитель православного сообщества сказал, да. То есть, грубо говоря, судите его. Поэтому... Нет, но он сказал, оскорблены и не оскорблены. То есть, оскорбляет его поведение, не оскорбляет. Ну, что ему дураку пришел в церковь покемонов ловить? Он что, вообще бы умею, не умею? У него что, другого места нет? Вот я знаю человека, который покемонов в трамвае ловит. Едет он на работу и ловит в трамвае покемонов. Вот в этот момент представители иудаизма, там был у них небольшой комментарий по этому поводу. Они сказали, что господин Соколов, приходите к нам в синагогу ловить покемонов. Мы будем только рады. Просто приходите хотя бы к нам в синагогу. Ну, это понятно. Это понятно. Это понятно. В синагогу. Ну, вообще-то говоря, в синагоге тоже. Но это там он так сказал. Там тоже не побезобразничаешь. Там, в общем, все строго. Надо кипу надеть, если зашел там. У нас, правда, тоже желательно снять шапку. У нас тоже, правда. Ну, в любом случае, я не к тому, что это поведение было нормальным или адекватным. Я к тому, что с точки зрения, на мой взгляд, христианина судебного поисследования в таком случае быть точно не должно. Ну, здесь надо разбираться, по какой статье судить. Просто вот неуместное поведение мелкое хулиганство или оскорбление чувств верующих. Оскорбление, оскорбление. Ну, вот тут надо просто разобраться, по какой статье судить. Ну, то есть тоже вот прийти и там. А если он будет во время сеанса в кино ловить покемонов? А если в театре будет ловить покемонов? А если в музее будет ловить покемонов? Ну, оттуда выйдут минимум. Но не за оскорбление. А если будет он сопротивляться, могут вывезти его и, так сказать, с дракой, честно говоря. Так это пожалуйста. Сначала скажут, в театре и в кино его просто выгонят, а в музей скажут, бабушка подойдет, этот дежурный, и скажут, товарищ, не надо этого делать. Ну, я к тому, что... Не поймет, так позовут охрану. Я к тому, что само наличие статьи, оно провоцирует и статью использовать. И с точки зрения наблюдателя мы видим, что, ну, в данном случае статью использовали, и, ну, не лицеприятно для веры. Ну, это говорит о том, что у нас просто нет серьезных, так сказать, нарушений этой статьи. Но она вот работает, ну, вот на таких вот, в общем-то говоря, не очень важных. Ну, неуместно ходить в церковь, ловить там покемонов, когда там идет служба. Ну, совершенно неуместно. Так это понятно, но этот вопрос... Ну, я понимаю, ну, а он туда приперся. Зачем приперся? Вот чего вот он туда пришел ловить покемонов? Я к тому, что эта проблема решается в рамках общего права. То есть здесь нет никаких дополнительных, ну, необходимостей. То есть отдельную статью? Отдельная статья здесь просто не... Ну, нет, может быть, это и разумно, отдельная статья здесь, что вот как-то это вот... Ну, если он покемонов ловил бы, скажем, в милиции, например, в отделении милиции, то ему сказали бы воспрепятствование, значит, выполнение, вот, что там, правоохранительным органам, да? Воспрепятствование. Ну, потому что он действительно пришел там покемонов ловить, мешаться, да, под ногами. Люди там заняты серьезным делом, протоколы пишут. Вот. А тут он покемонов ловит. Вот. И на него бы тоже протокол составили бы. Будь спок. Дело в том, что у этих организаций, вообще у любой организации, есть нормативное требование. Можно рассматривать это как договор оферты. Если вы пришли в заведение, соблюдайте правила заведения. И когда он их нарушает, то мы не идем в суд и требуем с него, потому что он нас оскорбил. А потом он нарушил наш договор оферту. Ну, у церкви нет такого договора оферта, она не оказывает каких-то вот услуг. Вообще есть. Вообще есть. Более того, там, по-моему, сейчас заставляют их как бы публиковать, ну, некоторую информацию высвечивать. Не знаю, не встречался с этим. Возможно, это такое же, как и требование, какое, ну. Даже если оно не формализовано, даже если представим, что оно не формализовано документом, оно существует в неформальном виде. То есть, оно в любом случае существует как требование священнослужителя. Например, говорить тихо в церкви, не шуметь, да. Если вы будете шуметь, он подойдет. Есть такой порядок, да, есть такое обычай, скажем так. Да, будете шуметь, он подойдет, скажет, не шумите, пожалуйста. Ну, это не оферта, конечно, да. Ну, не шумите, пожалуйста, да. Ну, а если он там покемонов ловит, уйдите, пожалуйста. Ну, видимо, он не ушел, почему-то он попался. Ничего, ничего, он ничего не получал, никаких претензий. На него подали в суд после того, как он опубликовал видео в интернете. А, как он покемон ловит. Да, да, да. А на месте его никаких претензий. Ну, неуместно его видео, неуместно. В общем, вы за цензуру, я понял. И сколько же ему дали-то? По-моему, ему дали условный срок. Условный срок. Ну, я вот как вот, так сказать, бывший теперь уже работник телевидения могу сказать, что вот у нас тоже есть такого рода вот темы, которых лучше не касаться. Не в плане, что за это что-то такое подцензурно, но вот тем религии лучше не касаться, да, всяких межнациональных отношений. Ну, я работал на образовательном канале, а не на канале скандалов, да, понимаете, скандалы, интриги, расследования. Ну, вот как-то это вот ни к чему. Всегда кого-нибудь заденешь. Всегда кого-нибудь заденешь, как-то кому-то не понравится. Зачем это делать? У нас и хватает другой информации, чтобы кого-нибудь задеть. Не все, например, верят, что Земля шарообразная, плоская. Поэтому уже задевают. Не все верят, что американцы были на Луне. Пишут, ну как так, вы образованный, интеллигентный человек, вы верите, что американцы были на Луне? Ну, вы просто вообще в шоке. Мы смотрели ваш канал, думали, вы умный человек, интересные вещи рассказываете. И тут бац, говорят, американцы были на Луне. Скажите, что еще Земля шар. Ага. Что же за образование такое-то? Ну вот, ну вот приходится, да, обижать людей. Ну, один раз в год и палку стреляют, как говорится. Да, ну вот видите, как. Так что тут как ни крути, да. Ну, кстати говоря, в Америке тоже вот на таком уровне персонального общения есть много случаев, когда фактически производится цензурирование, да. Не помню, в какой газете, чуть ли не в Нью-Йорк Таймс. И там, значит, закончилось увольнением то ли редактора, то ли главного редактора, когда там опубликовали, значит, с точку зрения какого-то сенатора, который считал, что для того, что для подавления беспорядков нужно использовать то ли армию, то ли национальную гвардию. Я сейчас уже не помню. И его, значит, уволили. Редактора. Зачем такие вещи ты публикуешь, да. Вот. То есть, если ты сомневаешься с такой вот, с общей точкой зрения, которую разделяет, так сказать, толпа, то уже все, уже уходи. Из университета точно прогонят такого преподавателя и все такое прочее. Если считать, что не надо шуметь и, так сказать, погромы в городе устраивать, все, ты не наш. Хотя, ну, действительно, ну, причем здесь удушили афроамериканцев полицейские, полицейский произвол и погром. Ну, как это соответствует? Как это соотносится? Вот непонятно. Ну, частный ценз – это нормальная ситуация. То есть, я к этому очень хорошо отношусь. Но когда цензом занимается государство, на мой взгляд, это почва для произвола. Но в целом я как посторонник отсутствия цензуры по другой причине. Потому что все-таки именно в обществе, где у нас нет цензуры, у нас именно там появляется веротерпимость, и именно там у нас смягчаются культурные противоречия. Потому что табуированное общество, оно более способно решать конфликты по этой теме. Ну, вот видите, вот американское общество – это как раз пример того общества, где, значит, существует первая поправка, которая гарантирует свободу слова. Она действительно там у них есть. Но вот, тем не менее, видите, вот уволили редактора из газеты, что он опубликовал нестандартное мнение, да, вот, нестандартное среди интеллектуалов, как говорится, мнение сенатора. А там наверняка не будут публиковать фашистские тексты. Хотя наверняка там какая-нибудь газетка есть, где там пишут за фашизм, за кастрацию негров и еще за что-нибудь. Вот. Наверняка такая у них есть. Еще со времен, со времен еще 30-х годов такие там существуют организации. Их там наплодил, кстати, Гитлер, его люди наплодили, там вот такие вот были. Ну да, но они там скорее юмористические, то есть они там несерьезные организации. Ну, они не сами юмористы, это над ними смеются. Да, да, да. Это они не с целью посмешить это делают. Да, это так. Но дело в том, что именно вот с той частью, что запрещена, а там есть все-таки запрет, например, использовать слово негр для белого человека. И это считается как оскорбление, это идет по статье оскорбление. И там с этим есть именно вот что запретили, там с этим как раз и есть проблема. И сейчас у них есть странное явление, они везде пытаются убрать слово black. Вот недавно, например, черный рынок, чтобы не было такого выражения. Например, убирают такое со всех сайтов название blacklist, черный лист. То есть для них вот это вот черное с негативной коннотацией вообще везде, во всех текстах, оно корректируется, то есть убирается, какие-то замены происходят смешные. То есть это уже, по-моему, приобретает форму маразма. То есть слово черный должно быть везде только в хорошем, позитивном ключе. И я не вижу ничего в этом как бы... А черный телефон, он как, имеет право на существование или как? Наверное, политкорректнее называть его темным телефоном. Темным телефоном. Dark, smart. Понятно. Интересно. В общем, ну я как бы не вижу никаких позитивных этих вещей, потому что когда вы запрещаете использовать слово негр, именно в этот момент оно и становится матерным. То есть оно является оскорблением. Вот у нас, например, слово негр не имеет негативной коннотации. Ну у нас оно не имеет коннотации, но слово мужик, например, имеет негативную коннотацию. В общем, мужик, конечно. Ну как вот, раньше люди четко различали крестьяне. Вот вы мужики, а мы вольные крестьяне. Казаки, например, это не мужики. А мужик это крепостной. И на зоне. То есть есть мужики, есть пацаны. Это разные вещи, понимаете? Ну это разница. Мужик работает, а пацан, он, значит, воровской закон блюдет. Ему работать западло. Это правда, что есть такие значения, но это не оскорбление. Это просто статус такой. Ну я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вот мужики и бабы, это вот так вот характеризовались. Мужчины и женщины вот такого вот сословия. И вот, значит, как-то я стою перед киоском, разглядываю. А киоск такой, что надо заходить туда. Вот такие бывают, такие маленькие киосочки газетные. Разглядываю там, что там есть. И подходит женщина, говорит, тут она стояла, говорит, так сказать, мужик, сейчас я иду, говорит. Она говорит, нет, баба, говорю я, я просто смотрю. Вот, так сказать, на бабу она обиделась, да? А я почему-то не должен обижаться на мужика. Вот интересно, да? Я вот не обиделся на мужика, сказал, говорю, нет, баба, говорю, я туда не иду. Я вот тут стою, смотрю вот эти вот газетки, журнальчики смотрю. Вот. Вот вы там, москвичи, профессора, понапридумывали себе ограничений? Да, мы себе понапридумывали, да. А у вас-то в Австрии все хорошо и свободно. Да, у вас-то вообще говорят, даже когда ваши протестанты встают на скамеечку, они, значит, газетку постелят и встают на газетку. А потом за собой эту газетку соберут и унесут или в урну выбросат. Это рассказывают, да, про вас рассказывают, да. Про вас уже рассказывают анекдоты. Это вот я могу вам рассказать анекдот про воронежцев. Мой любимый анекдот. Рассказать вам, нет? То есть это не анекдот, это случай жизни. Это значит, идет троллейбус по Воронежу, значит, и останавливаются у главного почтамта. Передняя и задняя двери открылись, а средняя не открылась. И кто-то таким вот спокойным голосом говорит, скажите, говорит, водителю, что дверь не открылась. Никто ему не сказал. Значит, двери закрылись. Он проехал еще где-то километра или полтора. А следующая остановка в таком месте, где нет движения встречного. Понимаете, да? То есть оттуда те, кто прошел, они, значит, вышли и пошли обратно километра или полтора пешком. Там просто нет встречного движения. Вот. Вот я вот это наблюдал. Все спокойно, все нормально, все хорошо. Вот все. Вот, скажем, где-нибудь в другом городе, ну, наверняка сломали бы дверь просто. Он бы не уехал. Этим просто спокойным, скажите, водителям все бы не закончилось. Вот. То есть ему бы сказали, до него бы довели, он бы все понял, что надо, что он ошибся. И не открыл дверь. А тут вот так. У нас в заводских районах в таком случае ничего не говорят водителям, просто ногой открывают эту дверь. Ну, ее ногой тут фиг откроешь. Ишь, такая, знаете, вот гармошка такая. А это не важно. У вас мощные люди очень. У вас мощные люди в заводских районах. Это не важно, откроется она или нет. Но они пробуют ногой открыть ее эту дверь. В любом случае. Главное запробовать. Главное попробовать, да. Ну, это ясно. Ну, ясно, ясно. Но не откроют. Ну, все равно, значит, поедут дальше все равно, да? Раз не откроют. Поедут дальше, но уже с комментариями. А, с комментариями. Понятно. Ну, вот видите, воронежцы какие люди, да? Они вот такие аккуратные, вежливые. Они, пожалуй, вот в этом плане сильнее белорусов, уж точно. Ну, это просто... Ваши-то, видите, ногой попробуют. А эти тоже ногой не попробовали. Я просто раньше жил в заводском районе. Шабаны у нас есть такой район. Самый считается бандитский преступный. Но на самом деле это хорошо, что он так считается. Потому что, когда идешь поздно ночью с магазина домой, то из-за твоего силуэта все от тебя шарахаются. Если идет какой-то взрослый высокий мужик, значит, что-то опасное. Надо в шабанах обходить такого человека. И очень удобно ходить. То есть все боятся друг друга. Очень тихо и спокойно из-за этого. Понятно. Шабаны, видите, какой у вас район есть? Вот такие дела. Ну что, продолжим или перерыв? Ну, наверное, перерыв уже время. Хорошо. Ну вот в основном мы сегодня с вами о правах человека. О свободе прав личности, как говорится. Как в фильме одном сказано было. Свобода самовыражения и выражения. Да, выражение. Самовыражение и выражение. Ну, спасибо, публика родная. Я думаю, что у нас сегодня была тема, которая позволит много чего высказать вам на эту тему. Так что попробуйте. Попробуйте. Попробуйте написать что-нибудь. И самое главное, пришлите мне денег. Вы же знаете это дело. Я устал уже вас просить. Все равно ничего не шлете. Или мало шлете. Пока. Всех благ. До свидания. Счастливо. Счастливо. Пока. Счастливо. Пока. 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 Продолжение следует...